Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Мирослава и сегодня, как вы уже догадались по названию, речь пойдет о верхней одежде. Я вам покажу всю верхнюю одежду, которая у меня есть в моем гардеробе, ну и конечно же я вам покажу, с чем я ее ношу, с чем сочетаю. Итак, первый вариант вы видите на мне, это водолазка, базовая такая вещь, универсальная, от Uniqlo. По поводу того, что просвечивается белье, многие писали, что это некрасиво, сейчас это в моде, это в тренде и если говорить обо мне, то мне это нравится, я не считаю, что это как-то вызывающе, вульгарно, либо же некрасиво. По поводу юбочки, ну давайте я вам вообще в целом покажу образ, да, здесь будет видна моя косметика, потому что я ее пока что еще не убрала, недавно сняла для вас макияж на Новый год. Вот юбочка из твида от Top Top, сапожки кожаные и в целом вот такой вот образ, серьги от Massimo Duda в черном цвете. Вот так вот все выглядит, юбочка достаточно удобная, единственное, я сейчас похудела и она мне велика, но в целом я могу сказать, что мне очень комфортно, по крайней мере, если я сяду, то мне ничего точно не будет давить. Имеются в кармашечке, они достаточно вместительные, видите, рука помещается глубокие, мне нравится, мне нравится то, как она сидит, мне нравится то, что имеется завышенная талия и в целом сразу образ такой утонченный, элегантный получается. И вот такой вот верх я предпочитаю надевать с этим образом. Это пальто, мне очень нравится сейчас мода на многослойности и как выполнено это пальто, потому что оно как раз сделано вот в виде этой многослойности. Это настоящий пух, кстати, бренд Брусника, покупала у нас в Ростове, но я знаю, что этот бренд представлен и в Москве, и во многих других городах. Очень красивый, сейчас я, конечно, все застегну, видите, мне нравится эта клетка, мне нравится цвет, мне нравится то, что он теплый, мне нравится его длина. Обратите внимание, он очень такой, достаточно длинный, ну и когда я в нем, мне безумно комфортно, тепло, пуховая прокладка внизу смотрится, конечно, очень красиво. Его можно носить в двух вариантах, сейчас я вам покажу первый. Вот первый вариант, видны пуговички, этот вот наш пуховичок. И я совсем забыла сказать, что здесь имеется вот такой вот капюшон, да. Вот второй вариант, мне на самом деле так и так нравится, совсем забыла сказать, большой плюс это то, что здесь есть карманы, все качественно сделано. Действительно, когда ты берешь в руки эту вещь, создается ощущение, что это дорогая вещь. Так, следующий образ, это такой вот сарафанчик, ботфорты и водолазка, только уже черного цвета от Uniqlo. По поводу вот этого вот сарафана, я его покупала давно в Liujo, и я даже не помню, сколько лет назад я его покупала. Очень красивый, до сих пор смотрится как новый, ну я его, наверное, за все время, может быть, раза два и надела, поэтому неудивительно. Шерстяной, очень такой теплый, мне нравится юбочка, здесь идет ремешок, я не стала сейчас подевать. Мне нравится сочетать этот образ с пуховиком Oversize, я вам сейчас его покажу, хотя я его показывала в видео, которое называется «Из блондинки в брюнетку», там я про эскорт говорила, кто не видел, обязательно посмотрите этот ролик. Интересно про эпиляцию и про ответы также на вопросы были, ну на ваши комментарии. Сейчас я вам покажу этот пуховичок. Он, конечно, очень большой, это пуховик Oversize, но мне безумно нравятся вещи Oversize, мне нравится их вот так вот сочетать. Здесь, конечно, должны быть черные плотные колготки зимние и все вместе вкупе смотрится очень красиво. Сейчас я его застегну, хотя, например, я знаю, что мужчины не любят эту моду на Oversize и часто, например, можно услышать о том, что это смотрится очень мешковато, странно и вообще зачем портить, уродовать себя. С Oversize, конечно же, внизу должны быть приталенные вещи, если у вас и внизу будет тоже Oversize, например, какой-то свитер, то тогда, да, образ будет смотреться некрасиво. Если кому не нравится подобного плана вещи, то можно, например, использовать ремешок. Я с ремешком тоже носила, но черный ремешок я забыла в Ростове, а какой-то другого цвета я не думаю, что сюда подошел бы. Так, следующий вариант, это вот такая вот дубленка, тоже от Top Top с ремешком. Я надела, на самом деле, первое попавшееся, что у меня было, это водолазка, я ее показывала в своем инстаграме, джинсы на завышенной талии. И длина мне очень нравится, я считаю, что такие вещи должны быть, то есть она, конечно, и не короткая, и не длинная, что-то такое среднее, попу прикрывает, и на этом спасибо. По крайней мере, когда идешь, туда ничего не дует, и это уже хорошо. Что еще? Ну, потому что я еще, конечно, ремешком хорошенько все застегиваю, но так, я считаю, что дубленочка прям хорошенькая, тем более за эту сумму она недорого стоит. Вот, вот так вот она в застегнутом виде. Можно, конечно, и сильнее застегнуть. Идет вот горлышко. Так, конечно, попривычнее. Ух, аж вздохнуло свежего воздуха, настолько стало сразу жарко. Мне еще нравится цвет. Вот у нас следующий вариант, я решила не переодеваться, единственное, сапожки надела, так мне гораздо удобнее. Пуховик, цвет ахаки с капюшоном, с удобными вместительными карманами, очень красивый и такой благородный цвет. Но, я думаю, вы сами все видите. Ну, и, конечно же, очень все тепленько, потому что это на пуху. Сейчас я капюшон вам покажу. Вот, с капюшончиком. Вот, я его застегнула уже. Что могу сказать? Хорошая длина, теплая вещь. Здорово смотрится, красиво сидит, подходит под большинство моих образов. Следующая зимняя вещь, это уже приталенная курточка, в таком вот красивом красном коралловом цвете. Спереди она чуть-чуть короче, чем сзади. И имеется также капюшончик. Мне очень нравится эта куртка, за счет того, что здесь есть капюшон, потому что, я уже говорила выше, я люблю вещи с капюшоном. Глубокие вместительные карманы, ручка вся помещается. И нравится то, что есть акцент на талии. Я совсем не пожалела о том, что заказала куртку в красном цвете. Она идеально вписалась в мой гардероб и подошла под очень-очень многие образы. Так что, как-то так. Раз уж у нас такая пляска пошла, гулянка, вам свои норковые шубки. Первый вариант это такая укороченная шуба. Надеваю я ее крайне редко, когда понимаю, что на улице я в ней долго гулять не буду. Вот эту вот шубу, именно в таком комплекте с джинсами, я ношу крайне редко. Обычно все такие вещи я люблю носить с шерстяными платьями. Ну, то есть с вещами, которые были бы длинные, теплые, потому что я ищу та мерзлячка. Ну и, конечно же, это должен быть шарфик, хоть она идет под горлышко, но мне все равно нравится подевать сюда вот шарф. Красиво она, конечно, сидит, благородно смотрится, но мне кажется, что любая шуба, она только украшает женщину. Поэтому... Насчет меха я очень спокойно отношусь. Кому интересно, могу вообще отдельное видео снять. Вот эти вот какие-то двойные стандарты у людей. Мех мы не носим, но, там, предположим, с кожаным сидением машины мы покупаем. Ну и так далее, там, про таблетки я могу также сказать, которые тестируются очень многие на животных, и очень много животных при этом умирает. И вот перечислять можно долго-долго-долго. Обувь кожаная, это как есть многие ребята, которые говорят, я только за кожзам, за искусственный мех, но вот обувь должна быть все-таки кожаная. Я такая, что? То есть, до этого был кожзам, сейчас кожа. Ну, потому что ножки, это святое, они потеют в кожзаме, это очень некомфортно. Ну, то есть, я считаю, что если человек прям за животных, за, там, не знаю, мир во всем мире, гринпис и так далее, то нужно быть верными до конца, а не так, что вот здесь я верен, а вот здесь нет. Но, в любом случае, это мое мнение. Итак, это шуба номер два, уже более такая удлиненная. Я ее часто ношу уже и с джинсами, потому что ничего не задувает, и в ней гораздо лично мне комфортнее, нежели чем в короткой. И вообще, я считаю, что вот эта вот длина, она одна из самых-самых лучших. Очень удобно. Единственный минус, который есть в этой шубе, это то, что она без карманов. Это, пожалуй, самый такой громоздкий минус. Так, и последний вариант, это такая вот длинная царская шуба. По-другому я ее не могу назвать. Это норка самого высокого качества. Мне безумно она нравится. Пух, наконец, последний вариант. Это вот такая вот царская, не побоюсь этого слова, шуба. В пол. Здесь вот такие вот разрезы имеются. Она очень теплая. Мне нравится вот этот вот воротник. Сейчас я вам ее застегну, покажу. Здесь имеются также карманы. Очень красивая вещь. И очень теплая. Вот и все. Мое видео подошло к концу. Спасибо, что вы его досмотрели до конца. Мне очень приятно, что вы у меня активно. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм. Мне безумно приятно. Напишите, какой вам вариант верхней одежды понравился больше всего. И напишите, что вы чаще всего носите. Если говорить обо мне, то шубы я надеваю крайне редко. То есть под платье, на выход. Если я знаю, что мы поедем в ресторан. Либо вот, да, могу надеть. А так вот с подружкой встретиться, в мол какой-нибудь сходить, в магазин. Конечно, это, как правило, пуховик. Вы видели, у меня их много. И могу надеть дубленочку. Очень удобно, быстро. Шарфик, перчаточки. Идеальный вариант.